Так проходит континентальный чемпионат Европы по джиу-джитсу в Москве. Участники приехали со всего мира. В России такой турнир впервые. Здесь завоевать золотую медаль удалось Первоуральцу. 11-летний Егор Мотин – обладатель желтого пояса. Было сложно в первом бою, потому что противник был такой резкий, быстрый. А во втором он затянул меня в защиту, а обошел его ноги. И так зашел в выигрышную позицию. Из-за моего любимого приема я выиграл две схватки. То есть, получается, ты берешь его руку, если рука прямая, то это уже победа. Еще одно призовое место получил второй Первоуралец – Марк Егоров. Он занимается джиу-джитсу уже третий год. До этого увлекался фигурным катанием и хоккеем. Но борьба, говорит, может и в жизни пригодится. Увлечения бросать не намерен. И усердно тренируется не только в зале, но и дома. Первый бой я сразу понял, что ребенок очень сильный был. Потому что он так меня вообще мучил. Я защищался вообще с таким трудом. Пытался сам что-то сделать, но не успел, не смог. А второй был так бой. Легко. Только вообще перевернуть нелегко было. Тренер спортивного клуба «Феникс» говорит, за ребят волновался. Стоять рядом было запрещено, поэтому пытался подсказывать прямо с трибун. На завод, на завод! Давай, на завод! На завод переворачивайся, тяни! Пятки к себе тяни! Спиной тяни! Есть! Они подготовились эмоционально, не побоялись, скажем так, такого давления. Потому что, как порой у детей, у них бывают проблемы, когда они выходят на большую публику, скажем так, на соревнованиях. Они очень переживают. Результат – это тренировки, упорство, рвение, желание, ответственность в какой-то степени. И вот результат дал, скажем так, количество тренировок переросло в качество достижения на соревновании. После чемпионата спортсмены вместе с тренером разобрали все ошибки и решили, над чем еще нужно поработать. И сейчас вовсю готовятся уже к следующим соревнованиям. Проконтроль руки, поворот. Не хочу, не включай ногу, не забывай держать. Дарья Трофимова, Сергей Шемет, Интера ТВ. Дарья Трофимова, Сергей Шеметов, Сергей Шеметов.